Приветствуем сегодня на передаче «Молитва за Америку и народы». И сегодня у нас особый гость из Москвы, пастор Николай Макагед. Пастор Николай, очень рад видеть тебя, я уже много времени не общался напрямую, но очень рад, что ты делаешь время, побыть с нами на этой передаче. Есть люди, которые смотрят в России, на Украине, в Америке, в Германии, в Канаде, в Израиле. Так что добро пожаловать, пастор Николаев. Пожалуйста, поприветствуй народ. Приветствую всех, дорогие друзья, братья, сестры. Вижу только одного Уолтера, замечательно, прекрасно выглядит, но надеюсь, что нас видят многие, и поэтому добро пожаловать на нашу передачу. Будем вместе общаться, молиться и Бога прославлять. Аминь и аминь. И раньше, чем идти далее, пожалуйста, нажмите на кнопочку, чтобы поделиться с вашими друзьями по Фейсбуке, если вы смотрите по Ютьюбе, тоже напишите, как-то сообщите вашим друзьям, чтобы они тоже поучаствовали на этой передаче. Есть люди, которые смотрят сейчас пастор Николай, есть другие по времени, они, может быть, на работе или где-то заняты, попозже будут смотреть. Но я знаю, что есть многие, которые будут подключаться и смотреть эту передачу. Так что спасибо опять, пастор Николай, за ваше участие сегодня. И я знаю, что вы далеко в Москве, я здесь, в Калифорнии. Погода немножко другая, я думаю, у вас. Но я знаю, что Господь тот же и там, и здесь. И мы служим одному Богу, и Господь благословляет вас там, а нас здесь. Так что очень рады видеть тебя, пастор Николай. И мы уже знакомы много-много лет. И очень рады, что мы могли и можем трудиться вместе для славы Божьей. Брат Николай, я еще помню, ты был... Ну, мы были молодче когда-то. Было время, да, было. И я знаю, что в Москве проводили много евангелизаций. Я знаю, что ты много-много евангелизаций провел не только в Москве, но и в многих местах в России. Ну, расскажи немного о себе. Есть люди, которые тебя знают, но есть другие, что не знают. Расскажи немного о себе и твоей семье. Друзья, ну, вспоминая прошлое, хочется сказать слава Богу за те возможности, которые у нас были раньше. Раньше были другие возможности, и мы могли их использовать для строительства церкви, для открытия новых церквей. И спасибо в том числе и Волтеру, мы открывали в России много церквей. Начиная с Дальнего Востока, Сахалина, Улан-Удэ, Подмосковья и различные регионы России мы открыли при помощи, с участием Волтера Зигаревича множество церквей. Я так думаю, Волтер, что это было где-то около 120 церквей в России с вашим участием. Но время было благоприятное, и хорошо, что Господь дал нам тогда видение, разум, чтобы мы могли использовать это время. Сейчас время несколько другое. Конечно, изменилась политическая ситуация, но помимо политической ситуации жизнь внесла совершенно новое. То, чего мы никогда не ожидали, не предполагали, и даже мы в пророчествах этого не слыхали, чтобы вот пришло такое время, которое будет нас так сильно разделять. Но мы молимся, мы верим и думаем, что это просто испытание, которое Господь допустил, чтобы церковь могла быть способной и в этих условиях проповедовать Евангелие. И слава Богу, церкви очень быстро переформатировались. Когда у нас сделали жесткий локдаун, у нас в Москве делали несколько раз локдаун, мы быстро перешли в Zoom, потом перешли на YouTube, и буквально все верующие могли участвовать в онлайн-служениях, проводили онлайн-служения постоянно, домашние группы проводили в онлайн-служения, проводили общее богослужение онлайн, и Господь таким образом сохранил церковь. Слава Богу! Я думаю, что у верующих ум Христов, чтобы очень быстро в любое время использовать для блага церкви. И за это слава Богу! Аминь! Аминь! Для вас, которые не знают пастора Николая, бывший ректор Московского теологического института, когда-то тоже занимался по евангелизации в Союзе христиан-вери евангельской в России, по всей России наблюдал за наукою, наблюдал до этого за евангелизацией. И он пастор церкви в городе Москве, в его прекрасной семье, и в его хороший труд не только в Москве, но он повлиял на работу, на дело Божное, на церковь Христову, не только в Москве, но и в бывшем Советском Союзе. И я благодарен пастору Николаеву опять за то, что он отделил время, чтобы победить с нами сегодня. И как пастор Николай рассказывал, мы не ожидали того, что стало, но это очень важно, то, что ты сказал, пастор Николай, что мы имеем разум Христа, что мы имеем этот ум, это Господь нам сказал, чтобы ищли, проповедовал Евангелие всем народам. И мы могли просто сложить руки, сидеть у дома, ничего не делать, или искать способ, как проповедовать, и Господь дал это возможность. Уже после года мы начали эту передачу, мы сначала только по-английски передавали, но так как есть много людей, наши друзья, которые не знают английский язык, мы начали делать на русском языке раз в неделю, раз в неделю на испанском языке, а три раза на английском. Так что мой русский не доскоданно, как вы слышите, но по нужде и по возможности делать то, что нужно, и то, что Господь нам повелел делать в это время. Так что мы молимся, мы начали эту передачу, потому что увидели нужду пробуждения в Америке, увидели как раз в это время, когда начали эту передачу, много церквей здесь в Америке были закрыты, совсем закрыты. И было очень сложно, люди даже не знали, к кому обращаться, нужно им за их помолиться, дать какое-то слово. Церкви были закрыты, не все сразу начали онлайн-служение, понемногу начали одна, другая, третья церковь, потом все перешли, но сначала не было, так что мы начали эту передачу, брат Тони Абрамс, Лобоцкий, брат и сестра, Лобоцкий, они начали помогать нам, потом брат Альберт, Рамильас и другие. И мы начали делать эти передачи, помочь людям не взять место церкви, но просто помочь в это время, когда не было, было большая нуждание, но не было такое служение. Так что мы продлили сейчас, потому что от времени до времени опять какие-то локдауны, какие-то ситуации, и мы таким образом проповедуем в разных местах в мире, и тоже проводим библейские курсы, проводим разные служения, даже евангелиционные служения в Непале, на Украине, в других местах. Но, брат Николай, мы молимся не только за Америку, молимся за все народы и молимся за Россию. Расскажи нам немного, как нам нужно молиться за церковь в России. Но, Волтер, очень правильно и очень своевременно сейчас молиться. Мы, имея опыт, как ты уже и сказал, имея опыт и в евангелизации, и в образовании, там, где был какой-то, видимо, успех, успех от Господа, то он был благодаря молитве. И всякое дело, которое мы делаем в любое время, в любую эпоху, хорошо, когда есть молитвенники, когда это молитва объединившихся людей, не просто каждый себе, а когда люди соглашаются молиться друг с другом о каком-либо деле. Хорошо, что вот вы это служение делали. Что сейчас происходит в России? Как я сказал, на первое место вышли те самые проблемы, которые существуют во всем мире. Эти локдауны, вот эти вирусы, они внесли свои коррективы в жизнь людей, верующих и неверующих. И верующие люди, они не отделены от общества, они живут в обществе и обязаны жить по правилам этого общества. Очень многие были напуганы, особенно в первую волну. Был дикий страх. Люди были в страхе, думали, что уже пришел конец. Некоторые вообще не верили в это все, другие же очень сильно паниковали. Слава Богу, что есть такая трезвая часть общества и трезвая часть церкви, которая воспринимает это как временный вызов и молится и делает все возможное. Что сейчас? Сейчас из-за коронавируса многие люди перестали приходить в церковь. Во-первых, они имели как бы право не приходить. Потом, когда появилась возможность уже приходить, они уже отвыкли, они уже привыкли либо к онлайн-служению, либо вообще перестали идти в церковь. Мы, конечно же, работаем лично с ними, им звоним, просим, приглашаем, посещаем их самих. Но, к сожалению, есть какой-то процент людей, который потерялся. И очень и очень жаль. Потому что мы всегда работали на то, чтобы людей привлечь в церковь, а здесь произошло то, что люди, некоторые люди ушли. Но, с другой стороны, вот эта ситуация, она посылает в сердца многих неверующих людей вопрос, а что дальше? И люди уже сами идут и ищут церковь. И также есть, конечно же, люди, которые ищут церковь. Поэтому, когда вы молитесь о России, пожалуйста, молитесь, чтобы люди не потерялись из церкви, и многие новые нашли церковь, потому что в церкви Господь, в церкви спасение. И что бы ни случилось, церковь всегда в руке Божьей. Вот об этом молитесь. Также, конечно же, здесь очень сильно чувствуется экономический спад. И большое расслоение в обществе. У некоторых людей последние возможности для заработка исчезли в связи с вот этими проблемами. Либо закрылось производство, либо закрылась какая-то малая фирма, либо урезали зарплату, либо увели на удаленную работу и снизили зарплату. Но есть часть общества, которая очень сильно беднеет, и это ощутимо. С другой стороны, продукты питания и другие вещи выросли в цене за эти два года больше, чем в два раза. Хотя официальная статистика говорит о 30-40%, но все же в реальности продукты в магазинах выросли более, чем в два раза. При всем том, что зарплаты стали ниже. Поэтому многие люди стали уже нуждаться в нашем сушном хлебе. И мы по возможности им помогаем, молимся и также оказываем пассивную помощь, какую можно оказать. Вау! Спасибо, что вы рассказали, потому что я думаю, что многие не знали, не знают этого, и это дает нам еще больше информации, знать, как молиться за вас, за церковь и за все церкви, которые трудятся там. И, конечно, если это в Москве, то это может быть намного хуже еще в других местах. Да, да. В Москве бывают выше зарплаты, чем в других городах и так далее. Но если в Москве такие сложности, то мы понимаем, что в других местах не меньше того, что у вас. Так что будем молиться в этом. Брат Николай, я знаю, что у тебя есть слово от Господа для нас, и мы хотели бы услышать это. И после этого желаем помолиться за людей, помолиться за нужды, которые есть у людей, и есть нужды, которые приходят, особенно люди, которые страдают от ковида сейчас. Но есть тоже свидетельства. Есть люди, у которых мы молились, некоторые, которые были в больницах, но уже выпустили их, слава Господу. Есть люди, которые имели коронавирус, которые сделали тест, уже показывают негативно, что уже нет вируса. Так что мы благодарны Господу за тех, которых Господь уже прикоснулся. Мы молимся за других, которые еще выздоровляют, люди, которые, может, проходят именно сейчас эту ситуацию. Но не только от вируса. Есть другие нужды. Есть нужды не только физические, духовные есть. Есть нужды в финансах, как вы говорили, есть люди, которые сейчас страдают через то, что потеряли работу или что-то, и не имеют, как сейчас жить, скажем, в этой ситуации. Но есть как-то, но очень сложные ситуации. Но я знаю, что, может, что еще поделиться, но, пожалуйста, чувствуй себя свободно, поделиться тем, что тебе на сердце. Ну, из молитвенных нужд, какие я хотел бы озвучить, я знаю, что сейчас мой друг и сотрудник в институте Тони Рыбарчик переболел ковидом и очень тяжело переносит последствия, он нуждается в госпитализации. Я молился, молюсь и призываю, чтобы вы также помолились за него. Он очень много послужил в России, в системе образования, в евангелизации. Мы также знаем, что Сергей Витюков, сотрудник Союза церквей, раньше он был в России, теперь он в Америке, он тоже находится в тяжелом состоянии. Будем о нем также молиться. Что касательно некоторого слова, которое Господь положил мне в сердце. Вот сейчас был Новый год у нас и Рождество, у вас было Рождество и Новый год, и мы, как люди, стараемся в это самое время делать друг другу подарки. Ну, или хотя бы поздравления. Вот мы с Волтером друг друга поздравили с Рождеством. Я знаю, что многие друг друга поздравляют с Рождеством. Кто поближе находится, пересылает какие-то подарки, и мы друг другу дарим подарки в день рождения Христа. А Христу что? Это же его день рождения. Это же его день рождения. Сейчас большая часть людей в церкви приходят к Богу с просьбами, с нуждами. И, конечно же, просьбы и нужды обоснованы, потому что время такое. Много больных. У нас в церкви, я не знаю ни одного человека, который бы не переболел ковидом. Я думаю, что практически 100%, ну или 99% людей переболели. И обо всех мы их молились. Я лично переболел дважды, может быть, трижды. Не знаю, не сдавал третий раз тест, но два раза точно. Было подтверждено тестом, что я переболел ковидом. Так вот, мы, приходя в церковь или проводя онлайн-служение, большей части слышим «помоги Господи», «дай Господи», «пошли Господи», «защити Господи». Но мне пришел на память Давид, царь Давид. Он был очень успешным. Он прошел через невероятные испытания. Он, будучи Божьим помазанником, находился у врага. Он находился, бежал от Саула и находился буквально в стане врага, филистимлян. А при всем этом он не потерял веру Бога, он не потерял успешно успеха своего, потому что царь Давид, он был муж по сердцу Божьим. Как вы думаете, друзья, почему же Давид был муж по сердцу Божьему? Апостол Павел Деянин, святый апостол, пишет, что Бог избрал мужа по сердцу своему. Но, да, Давид знал Бога очень близко. Давид, конечно же, он умел за свои ошибки каяться перед Богом, за свои согрешения он каялся. Но и еще, помимо всего прочего, мы находим, особенно в псалмах Давида, находим, что он говорит, «Исполню обеты свои пред Господа». Давид давал обеты Господу и исполнял эти обеты. Давид в жизни своей, находясь в каком-то тесном моменте, в каком-то достаточно, в какой-то серьезной опасности, он говорит, «Господи, я хочу помолиться в Скинии Твоей». И Господь выводил его из этих всех опасностей и давал ему возможность молиться в Скинии. Давид обещал Богу и исполнял. И я думаю, что успех Давида был во многом связан с его тем, тем, что он Богу давал обеты и их исполнял. Это были небольшие обеты, это не были сверхтяжелые какие-то вещи. Он обещал Богу написать псалом. «И я воспою тебе, Господи». И писал псалом. А Господь в ответ его благословлял, низлагал народы целые ему под ноги. Он говорил, «Господи, я принесу тебе жертву». И приносил ягненка в жертву. А Бог ему приносил в жертву царства. Поэтому, друзья, я думаю, что в это еще рождественское время, в то время, когда мы на день рождения Христа дарим друг другу подарки, давайте посмотрим в нашу жизнь и Богу дадим обеты. Ну, обещания по-русски. Обеты – это древнее русское слово, более современное обещание. И дав Богу обещание, будем прилагать к этому все свои усилия, чтобы исполнить. Таким образом, мы будем людьми по сердцу Божьему. Господь это обязательно отметить тем, что даст нам помощь, даст нам защиту, даст нам успех, даст нам все необходимое, как он благословил свое время царя Давида. Поэтому вот такое пожелание к Рождеству, после Рождества и для нашего будущего года, который настал, чтобы мы имели успех, давайте Богу принесем обеты и данные обеты исполним. Аминь. И брат Николай, я думаю, что одно, что мы можем отца Давида научиться, это, что он знал, как славить Господа, как приносить хвалу Богу. И если мы можем кто-нибудь слышать, думать, ну, что я могу Богу дать? Мы можем благословлять Господа через хвалу, мы можем приносить Богу славу, как Давид приносил, он не только писал, но он пел эти псалмы, он прославлял Господа, и он знал силу прославления. Я думаю, что это Богу нравится, когда народ, несмотря на обстоятельства, несмотря на проблемы и ситуации, в которых мы находимся, но мы все равно приходим Богу и приносим жертву хвалы Богу. И я думаю, что это отца рада Давида мы можем увидеть не только это, конечно, он и другие вещи приносил Богу, он очень верно служил Богу, и хотя он немало ошибок тоже сделал, но на самом деле его сердце перед Богом было искренне, я думаю, что его было открыто сердце перед Богом, и Бог видел его сердце сокрушенное, когда было сокрушенное, сердце, которое всегда было готово прославить Господа, как ты думаешь? Да, да, совершенно верно, Давид славил Бога, Давид был искренне пред Богом, Давид умел каяться, Давид давал Богу обещания и старался их выполнить, и я хотел бы всех нас призвать, Бог не ждет от нас чего-то невыполнимого, каждый из нас может славить Бога, начинать утро не с обсуждения планов каких-то, а со славословия Богу, каждый может начать день наш с молитвы и завершить его, просто сказать Богу, Боже, я буду в этом постоянный, я буду молиться, я буду славить себя, не так много, несколько минут, но если это делать постоянно, это будет приятно Богу, это будет по сердцу Бога, Бог на это обязательно обратит внимание, так мы видим эту закономерность Библии. Точно, точно это, брат Николай, давай помолимся за людей в этот момент, и потом желаем тоже пригласить, может кто-нибудь как-то попал, можем сказать, но это не просто попал, Бог его привел сюда на эту передачу, может этот человек не знает Господа еще как Спасителя, и конечно мы желаем, чтобы каждый человек пришел к познанию Господа, так что помолимся за нужды, но можно обратиться к тем, которые еще не знают Господа, и проведи их молитвы, но пригласи таких людей к Господу. Дорогие друзья, если вы смотрите нас, и вы еще не знаете, живет ли в вашем сердце Господь, вы сомневаетесь ли, послушай, дорогой друг, сейчас такое время, как в Библии написано, время взыскать Господа, надо Господа взыскать, надо пригласить Его в свое сердце, и вот сейчас прямо я хочу помолиться, если ты слышишь меня, можешь вместе со мною помолиться очень краткой молитвой и пригласить Господа в свое сердце. Господь Иисус, я призываю Тебя, Ты видишь тех людей, которые слушают и меня, и не знают Тебя, они приняли в сердце свое Тебя, Господи, пожалуйста, постучи в их сердце и даруй им покаяние, дай им возможность найти церковь, чтобы присоединиться к поместной церкви, служить Тебе и быть частью Твоего спасенного народа. Прошу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, и хочу призвать вас к молитве о нуждах, те, которые обозначены в целом за Америку. Я вижу на двух языках молитва за Америку и народы, поэтому будем молиться за Америку, будем молиться за Россию, за другие народы. Молясь о народах, я призываю молиться о Церкви Христовой, потому что Церковь Христова для любого народа – это город, стоящий на вершине горы. Это то, что всегда привлекает к себе внимание. Это то, на что люди ориентируются. То, куда они прибегут во время опасности, непогоды или других любых угроз. Если на вершине горы стоит город, который светится огнями, а человек блуждает в каком-то кромешной тьме, он обязательно обратит внимание и будет идти. Вот пусть Церкви в наших народах, в наших странах станут городом, стоящим на вершине горы. Давайте помолимся о народах и о Церкви Христовой. Господь Иисус, благодарю Тебя, что Ты дал нам возможность жить в такое интересное, но в то же самое время непростое время. Благодарим Тебя. Господи, Ты управляешь судьбами народов земли, Ты управляешь, Господь, людьми, и мы благодарим и знаем, что мы в Твоей руке, Церковь Твоя сокрыта, сохранена Тобою, благодарим Тебя. И молясь о народах земли, молясь о Америке, молясь о России и о других народах, прошу, Господь, подними Ты Церковь Свою, Боже, даруй, чтобы Церковь была исполнена силы, чтобы Церковь была исполнена водительством Твоего, чтобы Церковь знала Твое сердце и знала Твой план, куда и как двигаться. Дай мудрости, дай водительство, Господь, благослови пасторов, благослови служителей Церкви, благослови все Церкви Твои во всех странах, Господь. Дай, чтобы это было время великой жатвы, чтобы мы использовали это время негативное для того, чтобы Церковь росла, для того, чтобы люди спасались. Господи, обрати сердца народа к Церкви, обрати сердца народа к Тебе, Господу живому, животворящему. Дай, чтобы люди нашли путь к Тебе. Дай покаяние, дай, Господь, чтобы люди в это непростое время не просто наполнились страхом, но чтобы они взыскали Господа, взыскали Тебя. Прошу Тебя, Господь. Также мы молим Господь об отдельных нуждах, о людях, которые имеют болезнь, этот ковид или другие болезни немыши. Боже, Ты исцеляющий Бог, и мы много раз видели Твои чудеса и Твое исцеление. Прикоснись, Господь, да будут исцелены, да будет исцелен Тони Рыбачик, да будет исцелен Витюков Сергей, Боже, прикоснись с силой Твоей и ко всем другим болящим и немышлен да будут исцелены. Может быть, в чьем-то сердце есть страх, Боже, да уйдет этот страх, да придет Твой мир святой, да придет от Тебя радость каждое сердце. Благослови нас, Господь, и мы благословляем Святой имя Твоего Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Которая воскресила Иисуса из мертвых, чтобы эта сила проявилась в их теле в этот момент, Господи, и стили этих, которые слышат нас в этот момент, Господи, не только от коронавируса, Господи, есть поиск молитвы за Матвея, Матвея, который имеет эпилепсию, Господи, и стили его прямо сейчас мы просим, Господи, чтобы не возвращались эти моменты, которые переживал, Господи, мы просим брата Иоанна или Джона здесь недалеко, который дает разные болезни, Господи, и стили его во имя Иисуса Христа, Господи, мы благодарим за этих, которые ты уже прикоснулся, и стеляешь, и стелил, но, Господи, дай веру тем, которые слышат наш голос в этот момент, и, Господи, и стили их во имя Иисуса Христа, Господи, там в России, на Украине, в Германии, в Израиле, здесь, в Америке, в Канаде, где они слышат нас сейчас, Господи, и стили во имя Иисуса Христа, Господи, мы провозглашаем Твое благословение, Твое исцеление в их жизни во имя Иисуса Христа, и мы противостоем духа страха, выгоняем во имя Иисуса Христа, Господи, мы понимаем церковь не только в России, в Америке, но вокруг мира, Господи, пробуди церковь, чтобы церковь сияла, Евангелие Иисуса Христа, чтобы церковь не потеряла эту возможность евангелизировать людей, которые ищут в этот момент ответы, которые ищут то, что они не знают, но они ищут Господа, Господи, мы просим, чтобы твоя церковь сияла в этот момент, чтобы твоя церковь провозглашала, евангелизировала все народы, Господи, мы просим тоже молимся за Казахстан, мы знаем, что есть нестабильная ситуация там, Господи, мы просим, чтобы пришел мир, чтобы, Господи, чтобы твоя церковь в этот момент действовала, так как ты желаешь, чтобы она действовала, чтобы она была помощью людям, которые ищут ответы, Господи, мы просим, чтобы был мир и спокой в этой стране, не только там, Господи, но и в других местах в мире, где есть неспокойные ситуации, просим, Господи, чтобы ты успокоил эту ситуацию, но само Божие мы просим, чтобы ты сохранил твою церковь и чтобы ты через церковь действовал и благословлял народ во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Так что молимся, далее молимся, Америка в нужде в пробуждении, не только Америка, другие страны, ищем Бога. Если народ Божий будет искать Господа, Господь будет отвечать, Господь будет проявлять милость и благодать в нужде, милость и благодать опять в этой стране, но не только в этой стране, если что эта нужда есть по всему миру. Так что далее молимся за Россию. Есть нужды, которые пастор Николай нам говорил, будем молиться о этих нуждах, не только в Москве, но везде, в России. Я думаю, что есть люди, нуждающие в этот момент, не только духовно, но материально, и в физическом исцелении. Брат Николай, извини, я немножко долго здесь иду, но пожалуйста, пожалуйста. Все, все по существу, да, так оно и есть, и очень своевременно ты вспомнил Казахстан, да, там достаточно сложная ситуация, но это и ситуация сейчас уже и само руководство страны признает, что все это произошло из-за очень сильной социальной несправедливости, потому что одни очень сильно богатеют, другие беднеют, и, к сожалению, на постсоветском пространстве во всех наших странах ситуация практически идентичная. И сохрани, Господь, Россию от революции, я очень молюсь, чтобы ничего такого не было, чтобы не было войны, чтобы не было революции, пусть Господь своей благодатью меняет народ, пусть Господь своей благодатью вмешивается без крови, без всякого братоубийства, чтобы люди менялись посредством Божьего Слова и Божьей благодати, и для Господа это возможно. Я верю в такие изменения, я верю в такое лучшее для России, что Россию будет менять Господь. Аминь. Аминь. И не только в России, в всех народах, если будем обращаться к Богу, Бог меняет сердце человека, одного, второго, третьего, и со временем есть изменения в обществе, так что это очень важно, и это момент, как пастор Николай говорил, конечно, сложный момент, с другой стороны, это возможность для церкви сейчас проповедовать, Евангелию сейчас поделиться словом, который Господь нам дал Евангелию, потому что есть люди, которые ищут надежду, но не ищут, не нужно искать, но мы знаем, что есть единственная надежда, это в Господе нашего Иисуса Христа, так что это Иисус есть единственная надежда, и нужно это, конечно, сказать людям, показать людям, потому что есть много-много людей безнадежные сейчас или чувствуют себя безнадежными, ищут, и это, конечно, сложный момент, но тоже момент возможности, чтобы привести этих людей ближе к Богу, да, брат Николай? Да, да, это верно, это верно, а люди, когда они потерялись, они ищут ответов, и ответы не приходят, но если человек найдет Бога, придут ответы, и поэтому нужно молиться и использовать эту возможность для того, чтобы люди получили ответы от Господа, и тогда они получили ответы от Бога, познакомившись с Богом, они будут всегда его, это верно, и мы стараемся использовать эти все моменты для того, чтобы люди услышали о Боге и получили в сердце мир, надежду и спасение, да, верно. Аминь, аминь, есть надежда в Христе, это очень важно, и надежда это первый шаг к вере, когда человек получает надежду, что Бог может что-то сделать, по этой причине очень важно, чтобы мы делились нашими святительствами, как Господь нас спас, как Господь нас исцелил, как Господь нас благословил, потому что это дает надежду другим людям, знать, что Бог тоже самое может сделать в их жизни, и когда является эта надежда, это первый шаг, а потом человек начинает верить и уповать на Господа, но начинается от надежды, и по этой причине мы должны проповедовать, свидетельствовать людям о Боге, потому что они нуждаются в надежде, особенно, особенно в это время нестабильные вокруг мира. Пастор Николай, может у тебя что-нибудь еще есть на сердце? Мы, конечно, желаем услышать это. очень краткое свидетельство, я очень сильно молился о своем друге, пасторе в Минске, Михаил Гринько, он в первую волну заболел в тяжелой форме, и его подключили к аппарату искусственного дыхания, и он был в коме 29 дней, 29 дней он был в коме, и за это время аппарат регистрировал несколько раз остановку сердца, и одна из таких остановок сердца произошла после того, как его отключили от аппарата искусственного дыхания, сказали, что все, уже надежды нет, и он сам мне рассказывал, я слышу, как врачи обо мне разговаривают, как о мертвом человеке, а я слышу, и сказать ничего не могу, и в это время только в разуме взмолился, господи, может быть еще и шанс, и в это самое время он начал дышать самостоятельно, без аппарата, и все врачи прибежали, и говорят, ну, кризис миновал, вот он находился в тяжелейшем состоянии, в таком состоянии выживает там 2-3 процента людей, он выжил, славит Бога, говорит, если Господь оставил меня после такой болезни, значит, у Бога еще есть планы на мою жизнь, друзья, если мы еще на этой земле, значит, у Бога есть планы на нашу жизнь, будем использовать этот шанс и служить для Господа, будем использовать шанс и служить Богу. Аминь, аминь, слава Господу, мы молились за разных людей, за пасторов, молились за пастора, здесь недалеко, которые тоже на вентиляторах уже хотели или уже уставили, потому что очень сложное положение было, но Господь услышал нашу молитву и молитву других, как раз во время передачи такой, мы помолились и послали даже эту молитву его жене, и они говорят, когда вы молились, такой-то говорит, тоже в это время Господь его остановил, вместо того, что его еще хуже состояние, его отпустили от больницы, он совсем изменился, Бог исцелил, и Бог имеет эту силу изменить вашу ситуацию, исцелить вас, и брат Николай, я думаю, еще раз помолимся за людей, если можно сейчас подключиться, немножко позже сесть, и я хочу сказать, люди, которые смотрят эту передачу, есть на прямом эфире сейчас, но есть многие, которые потом будут смотреть, я хочу вам сказать, как было свидетельство одного аппарата лидера одной церкви в городе Херсоне на Украине, он думал, ну, это уже передача была вчера, я сегодня смотрю, но то самое помазание есть, когда вы смотрите, и Бог его истилил, его в этот момент, это не было на прямом эфире, на следующий день он смотрел передачу, услышал молитву, Господь истилил его, так что верьте, Господь имеет силу, истилить вас, нет дистанции молитвы, вы можете быть в Москве, может быть в Армении сейчас, есть люди, которые знают нас в Армении, Белоруссии, на Украине, в Израиле, есть люди, которые смотрят в Германии, здесь, конечно, в Америке, в Канаде, нет дистанции, мы можем молиться, пастор Николай сейчас в Москве, я здесь, в Калифорнии, в Аща, но нет дистанции, Господь и здесь, и он там, и он там, где вы находитесь, и я хочу, чтобы вы в этот момент верили, что Господь имеет силу селить вас, и он желает селить вас, и он сделает, если будете верить, так что помолимся еще раз, брат Николай, Господи, во имя Иисуса Христа, мы возвращаем Твое Слово, что рады Иисуса Христа мы силами, во имя Иисуса Христа, мы выгоняем всякую болезнь, всякую боль, выжимаем во имя Иисуса Христа, Господи, истили мужчин, женщин, детей, ребенка, Господи, истили, восстанови здоровье во имя Иисуса Христа, истили эти колена, эти ноги, этот желудок, сердце легкое, исти, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя, что Ты слышишь молитву. О, я чувствую силу Божию, которая есть прямо сейчас, где Ты есть. Просто положи руку, где Ты страдал, с верой, что Господь исцеляет Тебя. На ноги, на сердце, где Ты имел проблему, и верь, что Господь исцеляет Тебя. Я знаю, что некого из вас вы чувствуете, как что-то какое-то теплое пришло на вас. Это сила Божия, которая исцеляет вас, глазу, кого-то Господь исцеляет глаз прямо сейчас. Верьте, Господь действует там, где Вы есть. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Примите ваше исцеление и начинайте благодарить Господа за ваше исцеление. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы еще раз приходим к Тебе с этими, которые страдают от ковида. И Господи, если в Канаде сестра Хейзо, здесь и в Америке брат Харли, сестра Дона Фиддлер, господи Лобоцкий страдал, мироноский. Но Господи, я знаю, что Ты уже прикоснулся. И я знаю, в этот момент исцеляешь. Так что во имя Иисуса Христа. Мы благодарим за их исцеление. Господи, доктор Сиронжини в Индии. Господи, исцели ее. Во имя Иисуса Христа. И Господи, еще раз молимся за Матвея. Исцели от эпилепсии. И брата Жона от проблемы, которые он имеет во имя Иисуса Христа. О, Господи. Господи, я знаю, что Ты слышал нашу молитву. Брата Сергея Ведякова, брата Рыбалчика Тони и брата Павла. Господи, спасибо, что Ты услышал молитву. И благодарим за ответ на молитву, Господи. Благодарим за увлечение. Благодарим за исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Мы слышим о войнах, о военных всяких намерениях. Сейчас, как никогда, христиане всего мира должны быть едины. Едины. По возможности. Не просто чувствовать это единство в сердце, но по возможности объединяться вот в такие молитвы, в такие передачи, в церкви быть едиными. Потому что единство, оно даст свой результат. Люди узнают Господа Иисуса Христа когда? Когда мы будем едины. Когда мы будем едины, тогда этот мир познает Господа. Поэтому, друзья, призываю к единству, в молитве, в служении, в церкви, на всяком месте, чтобы мы были едины друг с другом и с Господом. И тогда Господь все это обратит нам во благо. Аминь. Это очень важное слово, брат Николай, потому что дьявол старается разделить людей, поделить церковь, поделить веру, что таким образом мы не будем эффективными в служении, эффективными, скажем, в евангелизации и так далее. Но не будем позволять, не будем открывать эту дверь дьяволу, будем в единстве, в молитве, далеки есть большая сила в единстве. Мы видим, когда пришли враги против цара Иосифата, мы видим, когда в единстве они молились, опустились, и потом единодушно они спелы славу Богу, чтобы Бог пошел на войну против их врагов. И Господь послал замыщательство между ними, и они сами один другого поразили. Но мы видим, что в единстве, в молитве, в посте, и многие церковцы в Америке заявили пост по церквях Ассамблеи Божьей, но не только в церкви Ассамблеи Божьей, но в разных церквях в начало года пастыра объявили, и тоже было посту, потому что Америка нуждается в исцелении, Америка нуждается в пробуждении духовному, и только Бог может изменить ситуацию, только Бог может сделать что-то другое. И мы полагаемся на Бога, Бог имеет силу, чтобы не только нас исцелить от вируса, но нас избавить от греха, конечно, это самое важное. И так что должны молиться и быть в единстве, как пастыр Николай сказал, очень-очень важное, потому что дьявол старается сделать раскол и таким образом нас поразить, победить и сделать неэффективными. Я думаю, что это ты хотел сказать, да? Да, да. Может, что еще? Спасибо, Волтер, за предоставленную возможность. Спасибо всем, кто смотрел, смотрит и будет смотреть нас. Господь с нами, и мы будем держаться Его всегда. Аминь. Аминь. И, пожалуйста, поделитесь этой передачей с вашими друзьями. Если иногда вы хотите кому-то засвидетельствовать, не знаете как, ну, можете поделиться этой передачей, и это может открыть вам дверь, чтобы начать разговор с этим человеком о Боге. Так что поделитесь этой передачей. Есть много нуждающих, особенно много больных людей. И эти молитвы, которые молились, мы на этой передаче, это самое помазание будет, когда будут смотреть такое, как было, когда мы молились. Так что не забывайте, во вторниках мы имеем эту передачу здесь в 10 часов утра, в океанском времени. Конечно, в Москве это 9 часов вечера. Но не забываем молиться, стоять в единстве. И не забываем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Аминь. Аминь.